Казахстан Я считаю, что председательство Казахстана можно расценить с позитивной стороны. Наша страна прикладывала реальные усилия для превращения ШОС в более авторитетную площадку, для придания реального экономического компонента этой организации. Приоритетами Казахстана являются экономическая взаимосвязанность, транспортные коридоры, энергетика. На предстоящий саммит прибудут главы государств и правительств 16 стран. Ключевая тема – укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию. Казахстан предложил выработать инициативу ШОС о мировом единстве за справедливый мир и согласие. Президент страны Касым Жамар Такаев отметил, что Астана надеется на поддержку Пекина в продвижении этой инициативы. Китайские инициативы формируют глобальную повестку дня, вносят существенный вклад в поддержание международного мира и стабильности. Китай является признанным лидером во многих других отраслях. Казахстан был и остается належным партнером Китая. Символично, что именно в Астане, выступая в университете 11 лет назад, председатель КНР впервые предложил странам Центральной Азии участвовать в создании экономического пояса шелкового пути. Сейчас для расширения торговых обменов особое значение играют новые транспортные коридоры, терминалы разгрузки и загрузки. Сейчас их строительство активно продвигается и в Китае, и в странах Центральной Азии, через которые проходит транзит товаров. Не случайно недавно глава КНР назвал логистику сухожилиями реальной экономики. Для Китая в настоящее время стоит очень большая задача – это переформатировать свои логистические пути. И в этом отношении необходимо сказать, что примерно где-то больше 80% всего грузопотока из Китая в Европу идет через казахстанскую территорию. И в этом плане нужно не только открывать дополнительные маршруты, но также совершенствовать уже имеющуюся инфраструктуру. И в этом отношении есть большие планы, проекты для реализации. Общая численность населения стран Шанхайской организации сотрудничества – более 3,5 миллиардов человек. Это половина населения Земли. А ВВП стран Шосс – 23 триллиона долларов, четверть мирового ВВП. Вступление в прошлом году Ирана тоже открывает новые перспективы для организации. Страна расположена вдоль наиболее оптимального коридора инициативы «Один пояс, один путь». Тегеран – важный международный игрок для всех участников организации. В этом году на Астанинском саммите ожидается принятие в состав семьи Шосс Белоруссии. Организация станет шанхайской десяткой. Для Минска значимость Шосс за последние два года на фоне западных санкций возросла. Прежде всего, как гигантского рынка, способного поглотить всю продукцию с пометкой «Сделано Белоруссии». У страны много сфер для эффективного сотрудничества. Это энергетика, сектор IT, сельское хозяйство. Они станут подспорьем для выработки коллективного ответа на новые вызовы и угрозы в экономической сфере. «Сам процесс расширения я оцениваю как положительный. Безусловно, Минск хотел бы за счет участия в Шосс повысить потенциал всей страны Белоруссии. С другой стороны, мы это рассматриваем не как дорогу односторонним движением, а как дорогу с двусторонним движением. Претендуя на какие-то преимущества Шосс, мы также рассчитываем или полагаем, что Шосс повысит свой совокупный потенциал за счет присоединения такого государства, как Беларусь». Международное сотрудничество с каждым годом расширяется. Сплоченность стран Шосс проявила себя во время пандемии, когда требовались оперативные взаимные поставки вакцин и лекарств. В 2024-м в Пекине создан Центр срочной медицинской помощи «Китай-Шосс». Он будет работать на базе больницы при Пекинском университете в качестве международной платформы для научных обменов. В марте 2024-го на заседании министров здравоохранения стран Шосс, его участники и приглашенные в качестве гостя глава Европейского бюро ВОЗ, выразили готовность перенять опыт Китая по цифровизации системы медицины. «Нет сомнений, что Китай в течение последних десятилетий становится глобальным лидером в области здравоохранения, и они достигают также больших результатов, связанных с решением гуманитарных кризисов. И мы считаем, что в Шосс есть большой потенциал сотрудничества между Европой и Китаем в тех областях, в которых Китай лидирует. Например, Китаем предпринимаются большие усилия в области борьбы с туберкулезом». Для укрепления образовательных, научных и межкультурных связей между странами Шанкайской организации сотрудничества ежегодно проходят десятки культурно-образовательных мероприятий. От знакомства с традициями праздника Навруз, которые традиционно организует секретариат Шосс в Пекине, до презентации демонстрационной зоны по обмену и обучению сельскохозяйственным технологиям. Возможности разговора на равных и взаимовыручка в сложных ситуациях с каждым годом привлекают к Шосс и БРИКС внимание всё новых потенциальных участников. «Мы также получаем заявки от стран Ближнего Востока, Северной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. Кроме того, мы установили партнёрские отношения с семью учреждениями ООН и восемью региональными и международными организациями». Безопасность – одно из приоритетных направлений в международном сотрудничестве. За последние два года силовые структуры стран Шосс вскрыли более 13 тысяч каналов финансирования террористов. Сейчас идёт подготовка к проведению первого этапа учений стран Шосс «Восток-антитеррор-2024». Это часть стратегии по формированию так называемого пояса безопасности по периметру Шосс.